Здравствуйте! С вами я, Сидрот. Добро пожаловаться в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Мой сегодняшний гость воскресил 37 человек, а его команда воскресила целых 500 человек. Хотите знать, как они это сделали? Возможно, однажды это вам и пригодится. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Дэвид Хоган уже более 40 лет занимается тем, что пытается достучаться до людей в Мексике и принести им Бога. Дэвид, ведь случилось так, что вам указали, в какой город и регион вам нужно отправиться. И вы туда отправились. Расскажите, как именно это произошло. Мне явился ангел Господень. Он послал мне видение. Я помню его, словно оно было только что. В нем я увидел горную долину. Ангел сказал мне, что я должен найти. Я должен найти это место. И вы его нашли? Да. И отправились туда. Так и было. И вы были шокированы, потому что там жили совсем не такие люди, среди которых вы жили раньше. Там жили шаманы и люди, поклоняющиеся демонам. Вы не были к такому готовы. Это точно. Я приехал туда из Луизианы. У нас там по-другому. Там такого не было. Расскажите нам, как это было. Ведь большинство людей, если бы их призывали в такое место, приехали бы туда и тут же уехали. Давайте признаемся честно. Ну а как же было в вашем случае? Сам Иисус сказал мне отправиться туда, что я и сделал. Вот вам мой ответ. Он спросил меня, смогу ли я сделать это? И я ответил, да. И вот вы отправились туда, а с чего вы начали? О чем вы молились? Что вы там делали поначалу? Позвольте, я приведу вам один пример. В Мексике Дэвиду довелось встретиться с шаманом. И только он взглянул на него. Вы просто не представляете, что я сейчас вам расскажу. Пожалуйста, поведайте нам, в кого превратился тот шаман. Он превратился в некую злую сущность. Вы видели это своими глазами? Я увидел человека. Ну и что? Я включил фонарик и навел на него. И тут он превратился в какое-то существо. Да, я видел это своими глазами. А как вы узнали, что вам суждено воскрешать мертвых людей? Хороший вопрос. Спасибо. Я взял в руки Библию и блокнот и стал составлять список. Я занес в него каждого из людей, кто встречается в Библии. Я записал туда все чудеса, о которых рассказывается в Библии, а также все молитвы. Я зафиксировал, кто на ком был женат и кто чей ребенок. Я записал так же, как Бог отвечал на молитвы людей. И вот из всего списка этих чудес, о которых рассказывается в Библии, я выбрал один дар, а именно дар воскрешения из мертвых. Моя жена посоветовала мне начать с лечения головных болей. Но я знал, что это не мое. Я решил, раз Бог способен на такое, то и мне стоит попробовать. Да, я пробовал. Дэвид, а сколько времени прошло с тех пор, как вы приехали туда, и у вас кто-то воскрес? Сколько? Итак, где-то пять лет мне пришлось иметь дело с шаманами. Это было непросто. В те времена я потерял больше, чем получил. Но потом моя жизнь пришла в норму. Я молился по четыре часа в день и общался с Богом. Однажды я сел в машину и отправился в горы. Когда я вышел из машины, ко мне подошел человек и попросил меня помолиться за его сына. Я спросил, а что с ним такое? Он ответил, он болен. Я пошел за ним через лес. Хочу вам сказать, что прогулки по джунглям, все эти лесные запахи мне очень нравятся. Кому-то это совсем не нравится. Я же нахожу такие вещи замечательными. И вот я услышал, услышал, как плачет женщина. Мы подошли к их хижине. Я вошел внутрь. Это была типичная хижина. Стены из бамбука, земляной пол и крыша из травы. Та женщина смотрела на меня, она направила свой палец прямо мне в лицо и сказала, «Мой сын умер. Сделай же что-нибудь». Я проповедник в восьмом поколении. Я рос в обычной пастырской семье, и такие вещи мне были в новинку. Когда я вошел в ту хижину, я не увидел там ангелов и чего-то подобного. я увидел лишь мертвого мальчика и его мать, которая прижимала его к себе и рыдала. Где-то рядом сновали черные маги и знахари. Они были моими врагами. Они не любили Иисуса и ненавидели меня. Я попросил эту женщину пустить меня к ее сыну. Она отошла. Прямо передо мной лежал девятилетний мальчик, который был уже пять часов как мертв. Я встал на колени у его кровати. Я никогда не видел ничего подобного. Я не знал, что делать. Я знал, что Иисус, Илья и другие люди из Библии умели воскрешать мертвых, но у меня не было опыта в таких делах. Я только читал об этом в Библии. Я возложил руки на этого мальчика и попытался послушать его сердце, но ничего не услышал, потому что он уже был мертв. Он уже начал бледнеть. Я принялся молиться. Сначала помолился на языках, потому что мне показалось, что это лучший способ молитвы в таком случае, но это не сработало. Я стал молиться на своем языке. Уж так-то точно получится, подумал я. Но и это не сработало. Тогда я начал молиться на испанском, но и в этот раз ничего не получилось. И вот я начал молиться на языке этих индейцев. Я молился и рыдал, прося Бога о милости, потому что в той хижине было очень жарко. Я думаю, там было градусов 45 жары. Я молился, и тут внезапно сердце этого мальчика начало биться, и я почувствовал его пульс. И тут я ощутил какой-то толчок. Раз, и все. При этом я увидел нечто необыкновенное, а именно, как на мальчике дернулась рубашка. Разумеется, я испугался. Я поднял взгляд на его родителей. Они, похоже, тоже это видели. Я спросил их, вы видели это? И его отец ответил, да. И тогда я сказал, ну, похоже, у меня получилось. В тот раз у меня получилось оживить этого мальчика. Я доверился небесам и поверил в имя Иисуса. Где-то через три минуты, а может, минут через пять после этого, я решил еще раз послушать сердце этого мальчика. Оно стало прослушиваться, причем очень четко. Он порозовел, и тут он открыл глаза. И тогда я точно понял, что он воскрес из мертвых. Это просто прекрасно. Дэвид, если у вас есть вера для того, чтобы воскресить кого-то из мертвых, то вам по плечу любое чудо. Я тоже так думаю. Вам будет по плечу любое чудо из Библии. Мне интересно было послушать, как Дэвид молится за мертвых. Но еще я хочу услышать о его удивительных чудесах сотворения. Мы послушаем о них после паузы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки. Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении. В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы, ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей. Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу Земли. Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью. Господь обязательно благословит тебя. Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других, переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям. Это сверхъестественно. Дэвид, перед нашим эфиром вы рассказали мне много случаев о том, как люди возвращались к жизни. И что интересно, вернувшись к жизни, почти все они рассказывали одно и то же. Так что же они говорили? Они говорили, что Иисус сообщил им, что Он скоро к нам вернется. Это просто замечательно. Расскажите ту историю о пожилой женщине. Эта женщина, она просто замечательный человек. Вначале она была нашим противником. Ее семья не хотела, чтобы мы распространяли благую весть на их территории. Она была нашим противником целых 20 лет. Но потом ей явился Иисус, и она начала служить Господу вместе с нами. Так продолжалось еще лет 20, но потом у нее нашли две неизлечимые болезни. Я должен добавить, что она просила всех не говорить мне о том, что вскоре она оставит этот мир, ведь ей было уже много лет. Она боялась, что вы воскресите ее. Она знала, что я обязательно это сделаю. Понятно. О, да. Она знала, что я обязательно мешаюсь. Ее сын, который был одним из наших пасторов, рассказал ей обо мне. А сколько ей было тогда лет? Ей было далеко за 80. Понятно. А может, уже и за 90. Итак, она умерла и была мертва 12 часов. За нее молились, пока она была мертвой. Она брела по извилистой тропинке. Там всюду были синие огни. Она рассказала мне, что я очень долго шла и, наконец, вышла к городу. Это был золотой город. Она увидела его. Я ответил ей на это, что я никогда сам не видел этого города. Я слышал о нем и читал о нем, но никогда не видел его. Она рассказала, что город был золотым, и от него исходил свет. Это был очень красивый город. Но когда она стала подходить ближе к этому городу, от него отошел луч света и направился к ней. Он преградил ей путь. Этот свет был подобен занавесу, и за ним она увидела Иисуса. Он заговорил с ней и сказал ей, «Я хочу, чтобы ты вернулась назад и рассказала всем, что я гряду». Иисус, сказав это, он достал откуда-то из своих одежд некий светящийся предмет. Этот предмет находился в хрустальном футляре. У него не было никаких источников энергии, но он при этом излучал свой свет. Иисус достал его и положил ей в руку. Она сказала Иисусу, «Но у меня нет денег, чтобы заплатить тебе за это». На что он ответил ей, «За свет благою вести платить не надо. Верни его своему народу». Дэвид, одно дело, когда молишься за кого-то, и совсем другое, когда молишься за себя. А знаете, что произошло с Дэвидом? Он умер, и произошло это не раз, а целых два раза. Если бы Дэвид не научил свою семью, как воскрешать с мертвых, то знаете, что было бы? Я бы не брал сейчас у него интервью. Мы скоро к вам вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Хочешь узнать больше о последних временах? Конце света и апокалипсисе? Какие пророчества уже сбылись? А каким еще предстоит исполниться? Изучай вместе с нами одно из самых спорных. Мистических и важнейших книг Библии. Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис. В специальном проекте ТВН «Понятная Библия». Аудиоформат толкования позволит слушать Писание и параллельно заниматься привычными делами. А также изучать Слово Божье в любое время и в любом месте. Не пропусти. Ссылка в описании под видео. Специальный проект ТВН «Понятная Библия». Специальный проект ТВН «Понятная Библия». Послушайте меня, я так много хочу рассказать вам о Дэвиде. Он живет так, как, согласно Библии, должны жить все мы. Дэвид, как-то у вас отказали целых семь органов, и вы на какое-то время, в прямом смысле слова, умерли. А это правда, что в тот раз вы умерли дважды? Да. Вы умерли целых два раза. И, как я сказал перед паузой, если бы вы не научили свою семью воскрешать мертвых, то вас бы не было. Это правда. Что произошло в этот раз? Я был в одной из деревень и делал свою работу, а именно исцелял больных, воскрешал мертвых, изгонял бесов и очищал прокаженных. Ведь наши дары мы получаем бесплатно и должны делиться ими с другими. Вот как я считаю. Я делал свою работу, и тут ко мне подошел мой сын и сказал, что у нас есть кое-какие проблемы. В тот же момент небеса явили мне, что моя защита ослабла, и скоро в моей жизни начнется настоящий ад. Мой сын просто замечательный Божий человек. Он тут же начал цитировать стихи из Библии, чтобы защитить меня и послать мне исцеление. Он делал, что и должен был делать. Я сказал своему сыну, сынок, я не знаю, зачем это должно произойти, но это должно произойти. Я говорю тебе, что во имя Иисуса мы справимся с этим. Дело в том, что в то утро я был совершенно здоров. В то утро я собирался скакать верхом. У меня была запланирована двухнедельная поездка по деревням. Я должен был по три раза в день читать проповеди. Я не ощущал себя больным, но внезапно со мной случился удар, и жизнь покинула меня. Я ничего не видел и не слышал. У меня остановилось сердце. Легкие отказали. Печень отказала, и почки тоже. Все органы отказали. Ко мне пришла смерть. Я увидел свет и пошел к нему. Я покидал этот мир. Но тут я услышал, как кто-то мне говорит, погоди, не уходи. Это был мой сын. На самом деле он стоял надо мной и кричал мне прямо в ухо. Но мне казалось, что он где-то далеко. Он просил меня вернуться. Я вернулся и вернулся к жизни. И так было два раза. Вернувшись к жизни, я понял, что не могу видеть. Я лишился зрения и не мог слышать. Но обоняние и осязание при этом у меня остались. Я ощутил запах своей жены и коснулся ее. Это было очень важно. Я обнял ее. И она начала молиться. Она кричала. Одним ухом я все-таки мог слышать. Я обнял ее и сказал, «Прости, но, похоже, я сейчас покину тебя. Я люблю тебя. Ты прекрасна. Спасибо тебе большое». Я не знал, что она делала в тот момент. Мне рассказали об этом чуть позже. Оказалось, она схватила меня за рубашку и прокричала, «Ты будешь жить и не умрешь». Во имя Иисуса. Это была бурная ночка. Ай-яй, молодой человек. На следующее утро я все еще был жив. Мои органы вновь стали работать, а зрение вернулось ко мне. Это происходило довольно медленно. Но я чувствовал себя просто ужасно. Я не мог вернуться к своей работе, был очень слаб, не мог поднять даже чашку с кофе. Я много чего не мог делать. И тут мне явилось, что мне следует 40 дней попаститься. Мне было наплевать на тех, кто был против этого. Поэтому я сказал жене, «На то воля Божия». Я должен поститься. Она возразила, «Тебе нельзя этого делать. Ты очень слабый. Ты только что спасся от смерти». И тогда я сказал ей, «Но ты же сама сказала мне, что я буду жить». И она ответила, «Хорошо». «Но раз ты будешь поститься, могу я попаститься вместе с тобой?» Я сказал, «Ну да, конечно». Она очень нервничала. Да все вокруг нервничали. Мы уже не раз были свидетелями такого. Я был между жизнью и смертью. Для того, чтобы оставаться при жизни, я должен был искать Бога. И вот мы начали поститься. В первый день я еле выдержал пост. А на седьмой день, когда я спал у себя в комнате, и было очень раннее утро, я почувствовал, что кто-то дотронулся до моего лица. Я тут же вскочил и схватил одно из своих ружей. До этого я спал мертвым сном и с просонья схватил это ружье. Я побежал в свой кабинет, там я никого не увидел, а моя жена стояла за моей спиной и аплодировала. Я обернулся к ней и спросил, «Что с тобой?» Она ответила, «Ты бы себя видел». Я спросил, «А в чем дело?» Она сказала, «Ты только что схватил ружье, которое весит почти пять килограммов». «Положи его, пожалуйста». Я положил его. Затем она мне объяснила, что возлагала на меня руки, чтобы облегчить мою боль. И в итоге боль ушла. Я полностью исцелился. А сейчас я хочу, чтобы вы помолились вместе со мной. С вами может всякое произойти, но помните, что в вас живет Иисус, и еще Он рядом с вами. Если в вас живет Иисус, то вас ожидает жизнь полная великих приключений. Повторяйте за мною, дорогой Боже, я грешник, и очень сожалею об этом. Я верю, что кровь Иисуса смоет все мои грехи. Я очищусь и буду чистым. Иисус, войди в мою жизнь. Я нарекаю тебя своим Господом и Спасителем. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»